Если вы до сих пор считаете, что спасение утопающих дело рук самих утопающих, то просто посмотрите на эту страшную ситуацию. Человек плывет на лодке, и вдруг она переворачивается. Именно в этот момент на помощь приходят спасатели. Спасатели быстрыми и уверенными движениями, по схеме, которая отрабатывалась годами, они вытаскивают пострадавшего из воды. После оперативно оказывают первую медицинскую помощь. К счастью, это учение, а не реальная ситуация. В ходе таких тренировок спасатели поддерживают себя в форме и показывают, что готовы к любой внештатной ситуации. Погрузили человека в лодку, оказали ему первую медицинскую помощь с условной задачей, что он, грубо говоря, нахлебался воды и восстановили ему полностью дыхание, и привели его в чувство, сделав так, что его жизни и здоровью ничего не угрожало. Также специалисты продемонстрировали, как при ДТП вытащить водителя из заблокированной машины. В данном случае спасателям нужно работать максимально быстро и слаженно. За считанные минуты машина полностью разбирается. Разбиваются стекла, снимаются двери и крыша. Сотрудники спасательной станции доказали, они способны помочь в самой сложной и опасной ситуации. Два этих практических экзамена были выполнены, с моей точки зрения, отлично. Ребята работали слаженно, не без суеты. И я считаю, что данный отряд готов к выполнению задач, поставленных перед областью, а также в рамках аварийно-спасательных работ. Важно сказать, что спектр задач аварийно-спасательного отряда огромен. Спасатели неустанно обеспечивают безопасность жителей округа и всегда готовы прийти на помощь к тем, кто попал в беду. Мария Буржинская, Александр Оржевский, Щелковское телевидение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова